Сегодня было распечатано обвинительное заключение Дональда Трампа в заговоре с целью обмана Соединенных Штатов, в целью лишения избирательных прав избирателей, а также в заговоре попытки воспрепятствовать официальному разбирательству. Продолжение следует... Верховный суд заявил, что быстро рассмотрит запрос специального прокурора Смита, обязав адвокатов Трампа ответить на него к 20 декабря. Трамп подал апелляцию на решение окружного судья США Тани Чуткан от 1 декабря, отклонившей его ходатайство о прекращении дела. Судья не нашел юридической поддержки позиции адвокатов Трампа о том, что бывшим президентам не могут быть предъявлены уголовные обвинения за поведение, связанные с их служебными обязанностями. Ни одному бывшему президенту США не предъявлялись обвинения, но демократы сами нарушили эти правила. Трамп фаворит выдвижению республиканской партии в 2024 году, чтобы бросить вызов Джо Байдена, утверждает, что это дело и три других уголовных преследования, с которыми он сталкивается, политически мотивированы. Что касается шутки об обвинении, на самом деле это ужасная вещь. То, что происходит сегодня, высочайший уровень коррупции и беззакония в нашей стране. Единственная хорошая вещь в этом, что мои рейтинги в вопросах резко возросли от их же беззакония, которые видят все. Кто в эти натянутые обвинения может поверить сегодня? Эксперты по правовым вопросам заявили, что апелляции Трампа могут быть тактикой, позволяющей отложить судебный процесс по выборам, первоначально запланированный на 4 марта. И все-таки дать ему возможность проводить предвыборную кампанию, а не связывать его судебными путями. Сложно припомнить случай, когда бы прокурор обращался с просьбой к Верховному суду вмешаться в дело еще до того, как апелляционный суд низшей инстанции уже вынес бы решение. Но шаг Смита отражает все дозволенность демократической партии, а также их игнорирование закона и желание любой ценой удержать власть. В случае перезбрания Трамп обещал разобраться со всеми, кто под покровительством карманного Минюста, ФБР и журналистов сегодня нарушает закон без всяких опасений понести за это наказание. Трамп же укрепляет позиции в президентской гонке. Шокированный СНН провел опрос и обнаружил неожиданное. Отрыв Трампа от Байдена становится уже колоссальным. В Мичигане Трамп обходит Байдена на 10 пунктов 50 к 40. В Джорджии отрыв составляет 5 пунктов 49 на 44. А это ключевые штаты на выборах. Здесь Трамп выиграл в 2016 году, но проиграл в 2020. Сейчас же Трамп обходит Байдена почти во всех колеблющихся штатах. Кроме вышеупомянутых еще и в Аризоне, Пенсильвании, Флориде, Айове и даже Миннесоте. Все, лучшие дела обстоят у Трампа и на республиканских праймерис. Общенациональный у него рейтинг превышает 65%. Но в первых штатах на праймерис хотя бы оставалась какая-то конкуренция. Теперь и здесь ее уже нет. В Айове, которая проголосует уже 15 января, Трамп набирает 51%. Влияние Трампа усиливается и на Капитолии. Все больше сенаторов и конгрессменов поддерживают Трампа на выборах. Надеюсь устроить смену власти в 2024 году, которая нам всем очень необходима. Прокуроры обвинили Трампа в попытке помешать Конгрессу и обмануть правительство США с помощью схем, направленных на отмену его выигрыша Байдена в 2020 году. Трамп не признал себя виновным по этим обвинениям, а также обвинением, вытекающим из трех других продолжающихся уголовных преследований.